Сточали торцы, вывернули, выправили уголки и приутюжили. Необходимо поставить рассечку посередине. Сточали деталь полочки и деталь спинки по плечевым швам. Плечевые швы обработали оверлаком и заутюжили на спинку. Складываем вместе плечевые швы, находим середину спинки и также здесь ставим рассечку. Вкалываем воротник горловины. Рассечка к рассечке, то есть совмещаем середину воротника и середину горловины спинки. Теперь находим место для концов воротника, не доходя пару миллиметров до линии середины переда. Фиксируем этот конец воротника. Вторую планку разворачиваем. И вторую часть воротника укладываем к отметке. Как вы помните, эта отметка у нас тоже равна середине переда. Теперь равномерно распределяем воротник по горловине. Вкалываем либо вметываем. Воротник вкололи в горловину и теперь будем его притачивать к вырезу горловины. Первую строчку будем делать поэтапно. Сначала втачаем воротник, проконтролируем, что он у нас втачен хорошо, а потом будем закрывать план. Вот так выглядит одна сторона. Вот так выглядит другая сторона. Теперь закрываем торцы планок. Правую сторону складываем пополам. Фиксируем булавкой. Левую сторону закрываем вот таким образом. Фиксируем булавкой. И строчку будем прокладывать вот с этой стороны, как продолжение строчки втачивания воротника. Торцы планок у нас закрыты, но прежде чем высечь уголки, выверните, выправьте и проверьте, чтобы концы планки были на одном уровне. После этого можно выворачивать обратно и высекать. Один вывернули, второй вывернули. Все выправили. Закрываем планочку. Уравниваем стороны. Смотрим, чтобы не было перекосов. И обращаем внимание на два момента. Первое, это на то, что стороны планки находятся на одном уровне. А второе, это что стороны воротника находятся на одинаковом расстоянии от линии середины переда. Убедились, что все у вас сделано хорошо. Если вдруг концы планки не на одном уровне, поправляем сразу на этом этапе. После этого можно высечь уголочки. И притачивать к срезу горловины киперную ленту. Перед притачиванием киперной ленты в горловину, ее необходимо сначала подготовить. Сделать ей ВТО. Из прямой сделать изогнутой. Становимся на ленту. И вот таким образом ее утюжим. Придавая дугообразную форму. И теперь смотрите. Вот этой вот короткой стороной мы будем закрывать шов втачивания воротника в горловину. А вот эта вот длинная сторона у нас пойдет уже на детали полочки и спинки. Если этого не сделать, то киперная лента детали нам затянет. И горловина будет лежать плохо. С помощью утюга киперной ленте придали изогнутую форму. И вот этот внутренний край, который у нас короче, мы будем укладывать на шов втачивания воротника в горловину и пришивать сюда. Укладываем на планочку. Все лишнее мы потом обрежем. И притачивать мы будем так. Укладываем киперную ленту на шов. Накрываем шов. И прокладываем строчку на 0,1 от края. Строчку начинаем от середины планки. Смотрите, накрыли участок шва. Проверили, что там все расправлено пальцем. И начинаем работу. Дальше проверили, что все лежит хорошо. Накрыли. Расправили. И продолжаем притачивать. Заканчиваем строчку также на середине планки. Не забывайте о закрепках. Вот что должно получиться с изнанки. С лица тут, естественно, ничего не видно. Вся красота будет на изнанке. Концы киперной ленты подрезали. И теперь нужно подрезать вот этот выступающий припуск. Мы его подрезаем наполовину. Пальцами контролируем, чтобы не порезать само изделие. Припуски подрезали наполовину. И теперь киперной лентой их накрываем. И прокладываем строчку на 2 мм от края. За счет того, что мы придали этой ленте округлую форму, она не будет затягивать основное изделие. Ляжет ровно и аккуратно. Уголки выворачиваем, выправляем, расправляем планку. И начинаем строчку от планки. И точно так же у планки мы ее заканчиваем. Вот так у вас должно получиться. Эта строчка у нас закроется воротником. И внутри все срезы аккуратно закрыты киперной лентой. Теперь заканчиваем обработку планки. На этом этапе делаем петли или ставим кнопки. Потому что потом подлезть будет сложнее. И нам нужно обработать правую сторону планки и левую сторону планки. Скрепить планки между собой. При пуском планки закрываем шов притачивания планки. И строчку мы с вами должны закончить вот в этом месте. У конца разреза. Фиксируем булавками. Лучше с лица. Проверяем, что планка захвачена. И шов будем прокладывать по лицу в русло шва притачивания планки. И последний участок шва можно прокрутить вручную, чтобы не провахнуться. Вот так проложим шов с лица. И вот так с изнанки. Планку закрываем так, как она будет выглядеть у нас в готовом виде. Фиксируем булавками. И очень хорошо приутюживаем вот это место. Если повернем наизнанку, вот это место. Чтобы был очень четкий сгиб. Мы по нему будем прокладывать фиксирующую строчку. Теперь мы снимаем булавку. Планку мы разворачиваем. Раскладываем изделие вот таким образом. И теперь нам нужно проложить фиксирующую строчку строго по заутюжке. Складываем планочку обратно. Сейчас она готова на 99%. А что мы можем сделать еще? Вот эта строчка, она достаточно хорошо удерживает стороны планки. То есть застежка останется в правильном состоянии. Но мы можем проложить вот тут еще параллельную строчку. Это уже в зависимости от вашего желания. Иногда делается здесь еще строчка крест-накрест. Также можно проложить фиксирующую строчку вот по этому краю планки. На расстоянии двух миллиметров от края. Тогда вот здесь у вас появится тоненькая фиксирующая строчка. Мы специально смотрели модели рубашек пола в дорогом интернет-магазине. В некоторых моделях вот эта строчка проложена. В некоторых нет. Это зависит от вашего желания. Желаем вам ровных строчек и кутюрных изделий. Если видео урок вам понравился, ставьте лайк, пальчик вверх. Подписывайтесь на канал. Вступайте в нашу группу ВКонтакте. С вами был Швей Миссари.